Сегодня в Лос-Антосе начнется безумный зомби-апокалипсис, и давай проверим, кем ты станешь во время него. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за три секунды, то будешь выжившим, а если нет, то превратишься в ходячего мертвеца. Призраки, я думаю, многих из вас, как и меня, коснулась проблемы невозможности покупки игр в Стиме и за отключение способов оплаты. Сейчас я расскажу вам, как легко обойти ограничения и при этом сэкономить 20-30% денег при покупке. Все, что вам нужно, это зайти на сайт Market.ks.go и авторизоваться через свой Стим. Далее пополняете счет удобным способом, в моем случае картой, и покупаете скины. Лучше выбирать те, которые дешевле, чем в Стим. Они отмечены желтым цветом. После этого вы вводите скины на свой Стим-аккаунт, где дальше вы можете продать их на торговой площадке и получить деньги на свой Стим-баланс. Помимо CSGO предметов, можно торговать инвентарем других игр. Dota 2, Rust, Steam Fortress 2 и Gift. Ссылочку на сайт CSGO Market я оставил в описании под этим видео. Обязательно воспользуйтесь этим способом и сэкономьте свои деньги. Приятных покупок! С возвращением в GTA 5 Призраки с вами, как всегда, я гость. И сегодня мы посмотрим все циклы жизни Человека-паука после заражения зомби-вирусом. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами заражали Халка зомби-вирусом и смотрели, что же с ним произойдет. Сегодня такой же эксперимент мы с вами проведем с Человеком-пауком и узнаем, во что он превратится в итоге. Но перед тем, как мы с вами начнем, обязательно не забудьте проверить, прожат ли у вас уже под этим роликом лайк. И если нет, то обязательно прожмите. Я каждый день, ребята, для вас стараюсь снимать новые ролики, придумывая различные идеи. И, конечно же, ребята очень сильно устают, потому что это занимает очень много времени. Поэтому ваши лайки очень сильно меня мотивируют и помогают в создании новых видосов. Поэтому, все, кто поставил лайк, вам огромное спасибо. Все, кто не поставил лайкосик, давайте ставьте прямо сейчас, надеюсь, вам не жалко ваших лайков. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Которые, кстати, выходят тут каждый-каждый день, поэтому обязательно следи за обновлениями. Ну что ж, ребята, давайте же мы с вами посмотрим, на что способен наш обычный Человек-паук. Ну, вы и сами все знаете. У него есть специальная паутина. Также есть огромное количество разных способностей. Благодаря специальному костюму, в котором мы с вами сейчас передвигаемся. Ну и давайте уже затестим для начала его силу. Посмотрите, какой он быстрый. Но будет интересно посмотреть, какая же будет у него скорость после заражения зомби-вирусом. Кстати, ребята, вам вообще нравится подобный эксперимент, где мы с вами специально заражаем наших любимых супергероев зомби-вирусом? Если да, то обязательно жмите лайкос и пишите в комментариях, какого еще героя мне посмотреть. Кого протестировать на зомби-заражение? Прям интересно будет узнать, как каждый герой себя поведет после вот такой вот зомби-имфекции. Нифига себе, прям тачку аж выкинул. Способности у него абсолютно разные. Можно вытягивать пушки, стрелять всякими штуками. Так, эй, погоди, я опять тебя выбрал. Давай вот сюда, вот так вот, ребят, просто паутинкой можно обстрелять челика, чтобы он упал на землю и прилип. На земле просто появляется паутина, а челики падают без сознания. И таких способностей у человека-паука огромнейшее количество. Можно даже использовать вот такую вот способку, чтобы отталкивать от себя тачки и людей. Блин, кстати, капец ее сминает эта штука, ребят, вы посмотрите. Офигеть, вот это я понимаю, толчок, да? Ладно, ребята, давайте мы с вами разберемся с этими челиками. И пора бы уже переступать к первому этапу эволюции. И кажется, я уже вижу первого зомбака, ребята, посмотрите на него. Вот он прямо сейчас бегает за мной. Так, давай ты не будешь сразу же меня кусать, пожалуйста, потому что я не хочу быть зараженным с самого начала. А, это все эти чуваки, которых я только что отделал. Это все эти полицейские, которых я так что-то побил. Офигеть, как их много. Ага, это уже целая зомби-инфекция тут. Я думал, сначала будет один зомбак, но все, ребята, нет. Заражение уже началось. И с этим ничего не поделать. Знаете что, ребята, пора бы, пора бы дать им себя укусить. Давай, кусай! Вот так, отлично! Капец, каждый из них укусил меня! Все. Человек-паук падает на колени. И превращается в зомби. Вот таким образом. Да, прямо через костюм его прокусили. Блин, ну и жесть. Так, интересненько, смогу ли я сейчас кого-нибудь заражать? Блин, я так быстро бегаю, ребята. Ну все, наши способности сохранились, как вы видите. Мы по-прежнему такие же быстрые и ловкие. Я думаю, что у нас такие же сильные удары. Надо будет сейчас это проверить. Уже ОМОН даже, ребята, превратился в зомбаря. Видимо, вертолет упал, да? Вот челик у нас тут бегает. Я его ударяю. А, смотри, я не могу его сразу же превратить! Все! Все, теперь он превращен. Ну и жесть, ребята. Да, все, мы передаем зомби-вирус. То есть мы являемся настоящим носителем этой инфекции. А здесь у нас еще есть люди. Давайте попробуем сейчас воспользоваться паутиной. Да, ребят, получается шикарно. Так, а если к этим людям попробовать притянуться? Давайте, ребята, просто вот так вот со всей силы получи! Ага. Все, она падает на колени, ребята. И, походу, тоже превращается в зомбака, да? Да, ребят, все, она зомби. Офигенно, просто офигенно! Так, этого тоже ударяем. Еще одного челика вот так вот швыряем. И превращаем в зомбаря. Блин, прикольно. Пока что мне, ребята, все нравится. Потому что наш Человек-паук сохранил свои способности. Он по-прежнему такой же сильный. И по-прежнему может передвигаться на паутине. Так что пока что, кроме того, что мы сами заражаем всех людей зомби-вирусом, ничего не поменялось. Ну и, конечно же, кроме этой походки. Но, знаете, она мне даже нравится, если честно. Очень необычно выглядит. Кстати, ребята, как вы думаете? Вот чисто по вашему мнению. Вообще, какой бы супергерой был бы самым опасным зомби? Вот как вы считаете? О, мы умеем теперь по стенам бегать просто вертикально, ребят. Там даже не надо держаться руками. Блин, как же это выглядит круто. Вот, ребят, как вы думаете, какой бы герой стал бы самым крутым зомбарем? И самым опасным? Так, этого кусаем. Посмотрите, тут челики просто решили на кого-то напасть. Выполняем задание только в новой оболочке зомби. Всё, теперь они все зомбаки. Больше они не будут заниматься преступной деятельностью. Да, неплохо. Я предлагаю отправиться в самый густонаселённый район Лос-Антоса. Кстати, ребята, вот как-то так играется от первого лица за Человека-паука. Капец, чё меня так прикосило? А, ну, точно, я же там бегаю немножко в наклоне. Вот как Человек-паук видит весь мир. Блин, на самом деле очень жутко выглядит. А, вот, всё, мы стали ровно. Это хорошо, потому что бегать с головой на бок очень неудобно. Но всё равно она у нас как-то качается. Так, ладно. Ребят, мы с вами... Мы с вами мутировали дальше. Посмотрите, что произошло с Человеком-пауком. У нас отросло ещё четыре руки. Эм, чё за фигня? И, кстати, наш костюм, который был покрыт железным слоем, помните, да, в начале ролика? Он превратился... Он, скорее всего, даже отпал, я бы сказал. Он стал обычным костюмом. Вот это да, ребята. Так, я предлагаю посмотреть, что поменялось в нашем Человеке-пауке. Ну, во-первых, сразу же заметно, что мы стали бегать капец как быстро. Ребят, вот какая скорость у нас теперь. Окей. Так, давайте дальше. Офигеть, мы прыгаем. А только у меня пропала паутина. У меня полностью пропала паутина. То есть мы с вами теперь, ребята, превращаемся в какого-то непонятного Человека-паука. Так, ну давайте мы с вами испытаем вообще нашу силу. Ух ты, неплохо, блин. Ребят, ну знаете, когда такая сила появилась у Человека-паука, я думаю, можно было пожертвовать паутиной. У нас безумно сильные удары. Чувак достал биту и хочет меня навалять. Но, кажется, ему ГГ. Жесть, это что еще за удары такие? Я не понимаю. Почему у Человека-паука стали настолько сильные удары? Просто минус три тачки, ребят, с одного удара. Вот таким образом. Она вообще в космос куда-то улетела. Ну и жесть. Так, а можно тачку взять? Да, ребята, мы с вами просто поднимаем тачку нашими тремя лапами. Или даже четырьмя. А, вот еще, да, слева тоже рука. То есть четыре лапы просто держат машину. Ох, капец, там бросок должен быть, ребят. Судя по тому, что мы четырьмя руками будем сразу же бросать. Давайте испытаем просто в космос. Ну неплохо, неплохо. А интересно, смогу ли я допрыгнуть до высоты самолета? Почти, ребят, почти. И сразу же ударчик. Заражаем всех, кто здесь был. Вот сколько зомби появилось моментально. Неплохо, неплохо. Но, знаете, я не вижу, чтобы у нас были какие-то способности. А, вот, смотри. У нас осталась эта способка. Помните, отталкивающая, ребят? Она у нас осталась. Так, что еще есть? Походу все. Да, ребят, мы с вами больше ничего не можем делать. У меня только эта способка. Печальненько, печальненько. То есть зомби-вирус начал действовать и вырезать некоторые из наших способностей. И что так все затряслось, я не понял. Как будто что-то где-то взорвалось в одном из районов города. А может так и произошло. Почему-то всегда, когда ты превращаешься в зомби за какого-нибудь героя, твои способности начинают меняться. Часть из них просто пропадает. О, кстати, я же могу реально своими зубами кусать просто. Они жесть какие длинные. Ну-ка, погоди, а если попробовать подойти поближе? Да, ребят, просто кусаю, впиваюсь своими гигантскими зубищами в этих людей. Так, ты хочешь превратиться в зомби? А я тебя не спрашиваю. Все, теперь ты зомбак. Интересно будет, какие еще способности мы с вами в итоге потеряем. А какие приобретем на последнем этапе эволюции зомби-вируса. Потому что это совершенно непонятная тема. Я не знаю, ребята. Вы тоже не знаете, что произойдет в итоге. И поэтому это очень интересно. Поэтому мне нравится этот эксперимент. Блин, посмотрите, ребят, что происходит. Я постоянно как-то странно дергаюсь. Такое чувство, что Человек-Пук начинает потихоньку сходить с ума. И теперь эта картина напоминает мне все-таки нашего прошлого героя, которого мы превратили в зомби. Это был Халк. Он также постепенно просто начинал как будто лагать анимацией. Знаете, как будто реально у него анимация сходит с ума. И кажется, это как раз-таки из-за самого зомби-вируса. То есть реально в персонаже он развивается, он это чувствует. И потихоньку у него отказывают какие-то такие обычные вегетативные функции. Ну, типа ходьбы, там, знаете, какой-то нервной системы. Как будто все начинает отключаться. Блин, звучит это, конечно, очень жутко, да, ребят? По-моему, да. Кстати, Призрак, напиши пока что в комментариях, какой у тебя вообще любимый герой Марвел. Какой тебе нравится больше всего. Ну и какого мне превратить зомби в следующий раз, я тебя уже спрашивал. Надеюсь, что ты там написал. Если нет, то обязательно провери, напиши еще раз. Так, этого захаваем, чувачка. Он пытается по мне стрелять. Этого тоже надо захавать. Вот так, лови. Как же это классно. Так, там у нас какой-то вертик пытается по мне стрелять. Хватит, человек, пук, он меня не слушается. Ребят, он просто меня не слушается. Реально, он периодически делает то, что я его не просил делать. Вот, например, сейчас я не просил его ударять второй раз. Гнев начинает в нем просыпаться. Вон вертик. Взрываем его. Чего он тут стоял на земле, я не понял. Видимо, решил спецназ высадить. Так, этот вертик тоже бахаем. Тот тоже надо взрывать. Где он? Где он? Погоди, он куда-то улетел от меня. Походу, он по другим зомби стреляет. Ну да, ребят, в городе все-таки зомби инфекция уже во всех частях города. И все потихонечку начинает превращаться в зараженный Лос-Антос. И ведь реально с каждой секундой город все больше и больше становится зараженным. Я думаю, уже в ближайшие часы город будет полностью заражен. Посмотрите, какая зоопачка военных приехала всех заразить. Всех, каждого до единого. Да, я каким-то образом еще проморгал, что у нас уже и военные приехали помогать с распространением зомби вируса. Ну, точнее, с его остановкой. Но, как видите, ребята, все вылилось в то, что они помогают его распространять. Потому что зомби становятся из-за них все больше и больше. И теперь они уже становятся в наши ряды. Кстати, судя по солнцу, у нас уже практически проходит день с момента начала заражения. Мне это очень хорошо, потому что уже ближе к ночи мы с вами перейдем на следующий этап эволюции. Я предлагаю, ребята, не тянуть и сразу же дождаться окончания всей этой мутации. И встретиться уже именно ночью. Как я и думал, уже ближе к ночи жизнь в городе Лос-Антос остановилась. Почти каждый человек, который проживал здесь, превратился в зомби. Просто посмотрите на эту картину, ребята. Кругом гуляют лишь ожившие мертвецы. И лишь периодически некоторые машины проезжают. Но и то даже тут чувак... Ну, по нему видно, что он зомби, да? Просто какие-то функции еще у него по памяти остались. Ведет эту машину. Но также выходит на улицу, почувствовав какую-то добычу, чтобы до нее добраться. Кажется, это... Это была птица? Они сразили птицу, ребят! Офигеть! Ну да, ребят, животных тоже будут просто заражать дальше. Жрать больше в городе нечего. Ну, кроме каких-то единичных выживших. Ну и то, вот это не выжившие, это тоже зомби едет. Офигеть! Сейчас он тоже из тачки выйдет, да. Прикольненько. Ну, давайте же посмотрим, что произошло с нашим человеком. Пауком! Ребят, вот он! Кажется, он мутировал до конца. Наши руки, которые отросли, пропали, оставив лишь такие вот разрывы на одежде. А тело наше полностью поменялось. Посмотрите, как у нас вытянулась грудная клетка. Жесть! И стали появляться какие-то дополнительные признаки зомби-заражения. Но тут уже вообще не поспоришь, что это настоящий зомба. Капец, как жутко он выглядит, реально. Я не думал, что он превратится в итоге вот в такого монстра. Так, ты зомби или нет? А можно тебя как-нибудь укусить, ударить? Вот, я ее кусаю. А я не могу ударить. Ребят, я вообще не могу ударить. У меня какие способки остались? Погоди. У меня нет способок. У меня нет вообще, ребят, способок никаких. Я просто зомби. Да ну нафиг. Зомби-вирус вытянул все способности Человека-паука. А я почему-то думал, что у нас будет какой-то гибрид Венома и Человека-паука в конце. Знаете, с разными способностями. Но нет, вообще нет способок. Офигеть. Этот эксперимент, ребят, меня сейчас капец как удивил. О, я могу парашют использовать. Круто. Но, вообще, где моя гибкость? Где пластичность Человека-паука? Где его скорость? Ничего не осталось от этого. Абсолютно ничего. Смотрите, я, наверное, даже могу прыгнуть и просто упасть. Да, да, да. Он даже, он даже не использует свои руки, как использовал раньше. Я упал и нанес себе такой неплохой урончик. Блин, как же это грустно, ребят. Реально, как же это грустно, что такой герой превратился в зомби. Ну, единственное, что у нас осталось реально из прошлого, это высокие прыжки. Да, этого у Человека-паука вообще никак не отнять. Также повышенная скорость бега. Ее тоже не забрал зомби-вирус. Но кто знает, что он заберет в итоге. Ребята, ведь весь цикл заражения еще не окончен. Еще будет цикл, когда этот зомби должен будет, оп, мутировать прям окончательно. Хотя сейчас, пожалуй, один из самых крайних этапов эволюции. И следующий этап, скорее всего, произойдет уже через несколько лет, когда тело этого Человека-паука начнет разлагаться. Что с ним станет тогда? Кого он превратится? Ведь каждый зомби, ребята, как вы понимаете, в конце своей жизни, скорее всего, погибнет просто от того, что развалится. Это неминуемая гибель для всех зомби. Вот такие дела, ребята. В общем-то, ставьте лайк, если вам понравился этот видосик, этот эксперимент. Я очень сильно постарался. И, конечно же, надеюсь, ребята, что вы напишите, какого следующего героя мне заразить. И я, ребят, обязательно прочитаю. Укушу этого Челика за то, что он меня сбил. Ну ладно, он зомбак. Как бы понятно, что ему можно. Он ничего не понимает. Но все равно будет укушен повторно. Вот, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами, как всегда, был я, Жека Гост. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.